люди сегодня мало интересуются чем практически не читают да если я не могу продать книг неделю одну продаю очень просто показать картинки втюхать и все что угодно даже нарисованы колновидные саженцы это знаете по той же технологии через красивые картинки учат людей калечить уже купленных саженцев уродцев переведить людей невозможно дальше это самое так в принципе мы никогда не закончим если я сейчас буду открывать ссылки на секундочку только на секундочку то самое вот это подлещая вещь когда вместо дерева решают каким его быть спасибо спасибо это подлещая на свете вещь спасибо за этот рисунок марина я занимаюсь сбивкой сада в том году взяла у подруги местные саду в этом году заказал у вас в апреле буду забирать вот беспокойно снимал я даю расстояние высота 5-7 метров правильно или нет я делаю я сажаю два раза гуще в сибири можно гуще раз второе я не знаю где вы живете третье 5-7 метров это предельно это значит что они нормально будут вполне нормально будут развиваться 5-7 метров это для юга россии на оптимальное расстояние другое дело тут знаете как посадила местные все проходят в два а там уже не 5-7 метров а 10-14 метров стоит только одного саженца не а я не так делаю посажу погуще а потом смотрю не бреда кажется даже даже за которую деньги по заплатили еще не обязательно что он обязательно должен быть плодосящий на всю жизнь не пройдет время природа проведет поэтому и очень многих местом мало места на 4 сутки но одно отверли пацан посадите 2 раза гуще а там разберется природа вчера ездил сад так решили стега выше пояса выше пояс саженцы только полно скрыт под снегом и это то чтобы откинуть некуда в снежное поле я не знаю опасно страшно я всем говорю когда сами садится вбивается 2 кого и подвязывается и то что жестко жестко тоже нельзя но подвязывается обязательно вдруг они вас растут это без эти кори три метра в самый раз да еще вопрос скажите а почему не занимайтесь цитрусом деревья или или занимайте только будет понимаете у меня нет такой возможности потому что я и так заменил практически по результатам я заменил причем не потому что я работаю больше их а потому что эффективность больше вот то что получилось в этом самом своими своими материалов у ученого ваулина это первая ласточка а пока приходится все делать самому но сибири живу да вот как сказать это настолько нереально чтобы еще этим занимался две жизни уже не прожить 24 часа в сутки я же ночью не сплю я всю ночь мне мозги работает всю ночь это такой полусон и так всю жизнь это такое особое состояние а потом конечно придумают это не я придумал это с неба мне нашептали нет это нереально сибири цитрусовыми орехами чем манжурский орех растет грецкий уже можно было бы попробовать несколько поколений вырастить первое поколение замерзло больше негде было сад растил 5 гектар который сожгли дом строил на острове брошенный показался сколько сил времени угрозил не получается давайте не хотел бы здравствуйте валерий для цификации песок достаточно будет прокипятить в воде или обязательно прокаливать не то не то какой воду вы используете для придания песку влажности сырую кипяченую так второй вопрос сырую подкрыть сырую из-под крана так это раз второе значит мне повезло что за все эти годы я не знаю единого случая когда бы плеснила сам песок там же все органика есть вот или косточки вы плеснили из-за песка что песок с органик поэтому я не делаю ничего процесс беру с карьера песок да и все с этого песка интересно что выше растут на обрыве растут сосны они высосали все что можно из песка всю органику всю песок чистейший у меня я и связываю что почему он у меня такой чистый потому что это сосны корни там сосновые они все высосали все еще и как они вырастают такие огромные сосны когда прямо на самом песке но это одно второе и запомнил и рекомендую как аквариумист берете просто теплая водичка берете таз насыпали этого самого песку и руками промывайте промывайте будет уйдет все песок чистый этого достаточно его еще рекомендуют и эти и марганцовка и прокаливать вот ну я этого никогда не делал я не говорю не надо делать ну кто-то или просто придумал либо статья была длиннее большинство придумано чтобы только вы статья была эльфин а так-то мне-то хватало аквариум школьником держал был до такой степени что вода в аквариуме чистейшая была мне почему-то кажется этого достаточно если уж я даже не мой то помытая просто помытая вода теплая там это вот мне кажется этого достаточно так теперь чужой опыт буду брать лучше снеговую песок можно прожарить или промыть как удобнее прожарила при 200 градусов все патогены погибнут кипятить песок смысла нет так как патоген спорта спор образца среди 100 градусов ни почем как интересно насколько у нас всего так я делаю прививки швейцарским народом вот пожалуйста уже ответ викторинокс нас хвалит значит надо брать на заметку не взором не хочу повторяться не могу промолчать прошу весну делал прививки самодельным ножом проживали 95 сделал около сотни прививок да есть такие рукоделия что самодельный нож еще лучше чем это чем импортный но не лучше нет но не хуже тем более тоже делал прививки самодельным ножом не было возможности приобрести заводской большинство проживок ну понимаете есть такое понятие враг не так лучшая враг хорошего почему потому что я когда-то первое здесь привел сделал боксер на переселеном да не очень оточен на стороне прижились то есть еще немножко надо как бы сказать но это не за так только и когда же они не утверждаю а у меня из 10 10 прожилось простым переселеном ножом и теперь еще нет проблем и забудьте там точить и односторонний нет все равно на семейский идеал почему в следующем году у меня ни одна не проживает не стоило только чуть-чуть не брежешь проявить вот так вот видите так ведь и есть острейший односторонний нож с чехлом красного цвета прекрасно показал себя запоминайте селевожка согласен не надо думать что если германское то будет счастье привал самодельной заточкой получаю результат хорошего конечно хорошо но парни и костюме чтобы не материться и употребляю слово долбаясь очень подходит долбаясь и долбая спасибо за совет добрый вечер улейка все расскажите когда и как вы будете делать было лишь привык свои осады значит только тогда когда сейчас уже марта вот у нас бывал марта плюс здесь 15 середины марта сходила снег все прекрасно только уже все уже все уже казалось бы весна уже в одной рубашке хожу еще не загораю бах минус 10 минус 15 и переходит на апрель вот опасно ребята опасно и никогда не знаешь какая будет погода через неделю-две этого не знает динамит центр вот и такого в один год удобно было бы начинать чуть ли не середины марта если так плавно перейдет весну я говорю всегда когда мы с вами начинаем резать дерево это касается и осень и весной а я все равно это было плюс 15 потом минус 15 знаете что страшно плюс 15 почки просыпается ранее весна и тут же минус 15 бах их убила уже точно убьет плодовые они еще раньше просыпать стимуляция вот нельзя просто так захотел и вот как в этих дебильных этих резать или делать специальную помощь обрезки специально там красивую крону и так далее просыпается никто об этом не знает ни разу сотни статей а их на самом деле тысячи появилась куча каналов все режут ни один никогда даже не напишет потому что не знает никто что не вовремя сделанная обрезка она про это самое симулирует развитие посек сразу же надо восстанавливать крону а это же себе а здесь все дьяволе не груши персики все привозное когда-то с италии шло германия польша украина юг россии средняя россия потом пошла урал потом уже до середины до красавского края доброго нельзя просто так и что получается я так эмоционально говорю но по-другому не могу вопрос важнейший для всех кроме меня это почему потому что у меня свои эти самые принципы но в среднем начинается сокодвижение только березы заплачут для вас это значит что за неделю а как вы угадаете ну сами соображайте как хотите у кого-то опыт есть у кого-то наблюдение за неделю до этого режьте начинается сокодвижение и одно залечивает раны вот это вот бурное это есть то самое по природе это после обязательно после зимы должна быть идет ремонт где-то лось объел ветки где-то сломала под снегом где-то был ураган ударила молнию начинается ремонт дерева сокодвижение это святое закончилось сокодвижение подходить нельзя она растет отрезали он еще быстрее растим будет а потом обязательно мороз это как закон подлости только пойдет просто обязательно мороз а потом а где наши сады и никто не знает что сегодня ты поспешил завтра даже вовремя сделал но это эмигранты все равно опасно почему я собрался делать вот после все это по нигериха почему я все-таки собрался тут часть деревья на пенсии плодовом море дают плоды мелкие вот значит деревья избиты морозами но это ничего это лишь доказать что морозобойные не страшны дереву который себя залечит тут лечь другом дело в том что а малыша обрезка это страшное издевательство это мои добрые друзья придет мой друг профессиональный он же мой друг он же профессиональный и на счет отрезать по три четверти каждой длины каждой скелетной ветки каждый а я буду ходить и масляной краской замазывать за ним погибнут значит погибнут нет значит еще опять плоды будут крупные вот выбросят но там еще заключается хитрость том что вот это толстое бревно которое обрывок остается это очень важно он выбросит побеги негодно для прививки и вся хитрость том что остатка еще есть у этого скажем конечно на пальцах трудно вот осталось полтора метра но на нем все-таки есть вот такие вот и когда вот этот обрубок останется вот обрубок вот такой это я замазал вот вот эти вот вот эти вот которые остались на нем и то что прямо с под коры вылезу я говорил это урода это не прививочные эти самые это ветки выросшие не из почек а из клеток это последний шанс дерева усилеть так называемая а я буду резать так что вот надо будет потом фотограф подобрать и вернуться к этому если напомните они еще на нем на этом обрубке остаются вот такие и вот от них вот сегодня он уже обрубок там давало такие вот и большие уже они не горят запрюки стол же выбросить вот такие вот по полтора-два метра и вот это то есть трехлетка двухлетка одна даст однолетку и вот это и будет настоящее с прекрасными почками привычные я опять буду продавать вам черенки понимаете а и тут же на этих остатках на этих обрубках полутора метров вот такие опять будут плоды поняли вот так его два вывесняю просто и понятно